Здравствуйте! Сегодня 18 сентября. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру Единая европейская валюта вчера ожидаемо слабо отреагировала на улучшение инфляционных показателей в еврозоне, показав незначительный рост к 1,2979, а затем стремительно снизилась более чем на 100 пунктов по итогам заявления американского регулятора. В целом заседание Федерального резерва прошло без неожиданностей. Программа закупок активов ожидаемо была сокращена еще на 10 миллиардов долларов, а большинство членов правления по-прежнему уверяют, что процентные ставки останутся на минимальном уровне в течение длительного периода времени. На участников рынка также оказал влияние тот факт, что Федеральный резерв впервые заговорил о сокращении баланса. Однако, по словам Джанет Йеллен, этот процесс может начаться лишь в конце десятилетия. Сегодня состоятся не менее судьбоносные события для пары евро-доллар, решение Швейцарского национального банка, запуск программы целевого долгосрочного кредитования банков европейским регуляторам и, конечно, референдум в Шотландии. Многие участники рынка ожидают сегодня решительных шагов от Швейцарского национального банка, который вслед за европейским готов снизить процентные ставки по депозитам. Если это случится, то приведет к массовым распродажам швейцарского франка, что в свою очередь приведет к волатильности и непредсказуемости остальных основных валют. Европейский Центробанк планирует выдать кредитов на сумму от 450 до 800 миллиардов евро. Многие аналитики ожидают, что банки готовы взять лишь 350 миллиардов, связывая это с тем, что в начале 2015 года подходит срок погашения по кредитам трехлетней давности как раз на 350 миллиардов евро. Соответственно, банки будут занимать не для кредитования бизнеса, а для возврата долга самому Центробанку. Таким образом, реакция евро будет зависеть от уровня заинтересованности самих банков в этих кредитах. В нашем прогнозе на сегодня мы предполагаем повышенную волатильность в паре евро-доллар. В случае коррекционного роста пара будет тестировать уровни сопротивления 1,2880, 1,2896 и 1,2919. В случае продолжения нисходящего тренда основными поддержками станут уровни 1,2850, 1,2819 и 1,2770. Британский фунт вчера вырос на вышедших данных об уменьшении безработицы в Великобритании до уровня 6,2% против прогнозируемого значения в 6,3%. Британский фунт достиг нового локального максимума 1,6357, закрыв ценовой разрыв прошлой недели. Однако затем значительно снизился по итогам публикации протоколов Федерального резерва, зафиксировав уровень 1,6250 на закрытии торговой сессии среды. В центре внимания сегодня, безусловно, будет референдум в Шотландии. Пара фунт-доллар вероятно будет слабо реагировать на данные по розничной торговле и другую экономическую статистику четверга, оставаясь чувствительной к новостным заголовкам, касающихся данных многочисленных опросов общественного мнения по поводу предстоящего референдума. На данный момент лидируют сторонники сохранения Шотландии в составе Соединенного Королевства, однако реальные данные о результатах голосования станут известны лишь поздно вечером. В нашем прогнозе на сегодня мы предполагаем возобновление попыток быков по британскому фунту продолжить рост пары к уровням сопротивления 1,62-81, 1,63-10, 1,63-43 и, возможно, 1,64 ровно. В случае преобладания мнения сторонников независимости Шотландии фунт-доллар сможет снизиться к уровням 1,62 ровно, 1,6166 и 1,6116. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа – ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы – трейдеры. В экономическом календаре четверга в центре внимания рынка окажутся референдум о независимости Шотландии и публикация Новой Зеландии показателя валового внутреннего продукта. Япония отчитается по торговому балансу, а управляющий Банк Японии Харухи Кокурода выступит с речью. Великобритания публикует годовой и месячный объемы розничных продаж, а также огласит значение индексов розничных продаж и промышленных заказов. Америка представит данные по выданным разрешениям на строительство и количество начавшихся построек новых домов. Кроме этого, будут опубликованы первичные и повторные заявки на пособие по безработице в США и индекс производственной активности ФРС Филадельфии. И, наконец, Джанет Йеллен вновь выступит с речью. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Субтитры создавал DimaTorzok